привет youtube привет по многочисленным просьбам вот у меня вернусь чуть назад попал в руки такой наборчик который был куплен в москве в цате по случаю дали мне его потестить поработать ну естественно об этом наборчике просили высказать именно мое личное мнение что хорошо что плохо как бы приценяются люди почему потому что очень много сейчас инструмента продается есть люди делают ну вот в том числе и я делаю себе инструмент такой какой мне нужен вот ну как бы одни хотят подешевле другие хотят что-то свое и так далее и тому подобное люди заказывают из китая инструмент одним попадается хороший другим не очень ну и как бы просят рассказать преимущество недостатки вот такого инструмента значит в цате он позиционируется как аналог аналог похоже как а1 но у него есть ряд как говорится плюсов минусов я скажу свое мнение по данному инструменту она может отличаться от чего-то но как говорится основное вот эти крючочки скажем так силовые вот это у нас и вот этот это у нас китовые хвосты а вот эти вот как бы тонкий инструмент столистый для сложного доступа чем хорош чем плохо как говорится то что вот мне понравилось во первых красивые хорошие ручки вот самому такое конечно трудно сделать с накаткой и прочее второй момент положительные значит хорошо сделаны инструменты аккуратно обработанный вот третий момент хорошие ручки хорошие в плане того что мне нравятся такие ручки т-образные как как бы называются тем что ими удобно работать вот такие вот ручки мне как бы не очень нравится пластизоль он как бы но нарядный приятный вот но как бы он где-то обдирается где-то там царапается пачкается такое можно в конце концов там очистить оттереть второй момент люди говорят что там скользит там в руках и прочее ну это как бы частное мнение я такого не заметил мне эти ручки понравились еще один момент отличный от инструмента а1 естественная цена и второй момент такой негативный мне не нравится допустим я не знаю но должно быть видно он ржавеет это ржавейка сталь вот и за ним надо ухаживать за этим инструментом ухаживать не надо не надо ухаживать в плане того что там протирать его чем-то жирненьким чтобы он не ржавел и прочее не знаю но у кого-то может там она где-то ржавчинка и прицепиться но на мой взгляд это вряд ли вот я полтора месяца тестил этот инструмент работал им многое мне понравилось кое-что не понравилось что не понравилось значит вот этот момент вот этот вылет вот вот это расстояние на мой взгляд немножко неправильно подобрано почему потому что лучше когда вот так кое-где при работе на капотах и еще в некоторых неудобных местах вот этот вылет мне мешался вот опять же еще один и плюс и минус это кто как посчитает инструмент столистый каленый вот и особо его тут подгинать разгинать такой возможности у него нет но это с одной стороны и плюс и минус то есть как бы по-хорошему иметь надо и инструмент которым который можно там подогнуть вот но поскольку это каленый его особо не погнешь можно ну я так подозреваю что можно сломать я не экспериментировал потому что инструмент чужой но взять сломать и потом что делать иди покупай поэтому я его не подгинал работал так как есть но у меня есть куча инструмента который у меня самодельный вот такой вот всякие всякие разные ковырял очки вот я их могу это тоже нержавейка я их подгинают так как мне надо в любом удобном для меня случае вот у меня много таких ковырял очек сделано который я сгибаю по месту конкретно под какой-то вид дефекта дело вот у меня тут пару коров коробочек таких есть для их называю ковырял очками делаются они под какой-то конкретный случай под какой-то конкретное дело поехали дальше значит обсудили то что инструмент не ржавеет удобные ручки вот удобные ручки почему потому что ну на мой взгляд вот так удобнее работать либо вот так либо на скручивание вот опять же это силовой инструмент вот это вот для трудного доступа ну китовые хвосты все знают тоже работают они на скручивание и в принципе этот инструмент он немножко подгибается возвращается на то же самое место вот пока такие как бы моменты вот если кому-то что-то надо задавайте вопросы постараюсь ответить ну и что еще немаловажно цена у него у этого инструмента очень даже хорошая конечно если сравнивать с китайским инструментом это подороже но опять же я считаю это того стоит потому что допустим если делать вот такие ручки или что-то вот их как бы но сложно и дорогостоящий делать проще это купить и по сравнению с китайским инструментом опять же он выигрывает тем что качество как говорится нормально у него то что много видео встречалось в интернете по поводу инструмента купленного в китае люди прям не стесняясь говорят что откровенно инструмент паршивый некоторым попадалось более менее ничего так что вот вот такие выводы так сказать по порядку еще раз что хочу сказать удобные ручки не ржавеет цена адекватно качество адекватно ну вот в принципе и все опять же повторюсь если кому-то что-то интересно там размеры и прочее ну пишите спрашивайте постараюсь ответить а и Продолжение следует...